Я приветствую всех самым, что ни на есть, кольча являющим образом. Сегодня на обзоре у нас военно-морской палаш. Это оружие благородное. Им вооружались офицеры абордажных команд. И, само собой, то, что являлось на острие атаки, это офицер, который своей личной храбростью увлекал матросов на палубу атакуемого судна, вооружившись вот таким вот палашом, и снискало этому оружию великую славу. Собственно, это так же престижно, так же почетно было обладать таким оружием. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, его наличие на поясе говорило о том, что человек ходил в бои на абордаж. То есть, он вел солдат непосредственно в рукопашную. Относительно внешнего оформления, ну, само собой, здесь военно-морские мотивы, здесь фрегат, здесь якорь, здесь галеон. То есть, все вот эти переплетения, они в военно-морской тематике олицетворяют либо снасти, либо водоросли, либо и то, и другое вместе. То есть, это в зависимости от флотов, на которых присутствуют, скажем так, тропические флоты, там, естественно, побольше водорослей, северные поменьше, но зато снасти в эпоху парусного флота присутствовали везде. Мало кто знает, зачем вот этот элемент на ножнах. Я объясню. Военно-морской палаш, именно военно-морской, то есть, он носится на подвесе лезвием вниз, и так как на корабле существует огромное количество тропов и разных уровней взаимодействия человека и палубы, то вот эта вот деталь на бутероле ножен, она предохраняет саму бутероль от разрушения, от повреждений, и все в таком ключе. Еще раз повторюсь, носится на подвесе, пристегнутый не на протупею, а пристегнутый на пояс. Сейчас военно-морской флот, он отличался в этом плане от пехоты. Теперь далее, клинок. Вот эта тройная душка, то есть, она напрямую отсылает нас к технике работы палашом. Палаш вообще это пехотное оружие, но военно-морской палаш отличается от пехотного наличия практически неуловимой кривизны. Делалось это для того, чтобы при мощных рубящих ударах сносить снасти, которые мешаются, которые перепутываются при абордаже, и сообщать удару большую разрезающую способность. Три дужки, они защищают руку при атаке палашом, потому что атака палашом производится вот таким вот образом, как правило, это колющую доминирование техники. На клинке вы видите картош, здесь изображено морское сражение. Это оружие как раз той эпохи, когда слава русских флотоводцев снискала, опять же таки, русскому флоту, неувядаемую известность и вот эту грозную силу, которую мы демонстрируем и по сей день. На этой стороне картуша. Здесь можно видеть штурвал, сигнальные флаги, мерные линии, то есть которыми измеряют глубину, ну и скрещенные сабли, это знак абордажной команды. Обладание еще раз таким, повторюсь, палашом, это первый признак того, что офицер ввел матросов в бой на острие атаки. Сталь здесь, Дамаск, торсированный, при нанесении рубящего удара, особенно по веревке микропила, сообщает дополнительный элемент реза. Об этом уже все довольно хорошо знают. Здесь также присутствует отверстие для темляка. О темляках мы расскажем в следующий раз. Спасибо за то, что вы с нами. Всем-всем футов подкилем. И пусть удачи всегда будет с вами.